Музей истории Казанского федерального университета прошло открытие шестого фестиваля тюркской молодежи. Обзор новостей Казанского федерального университета. Ученый КФУ Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов неземных цивилизаций. В Музее истории Казанского федерального университета прошло открытие шестого фестиваля тюркской молодежи, который будет проходить с 20 по 27 сентября 2019 года. С приветственными словами ко всем участникам обратился ректор КФУ Льшат Гафоров. В этом году на мероприятие съехались 55 человек. Это руководители и активисты тюркских общественных организаций. В рамках программы пройдут круглые столы, встречи, обмен опытом, разнообразные культурные программы и экскурсии. А теперь к другим новостям. Первое в этом учебном году заседание Совета ректор в ВУЗе Республики Татарстан прошло на базе Казанского федерального университета. В повестке дня значились четыре главных вопроса. Расскажем обо всем подробнее в сюжете. В попечительском зале Казанского федерального университета прошло первое в этом году учебное заседание Совета ректоров ВУЗов Республики Татарстан. Заседание состоялось под председательством ректора КФУ Льшат Гафорова. Главным приглашенным гостем стал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Рафис Бурганов. Он вручил свидетельство на получение грантов президента Российской Федерации. Всего наградили 10 человек. Среди них были четыре сотрудника Казанского федерального университета. В начале заседания ректор КФУ поздравил Алексея Созинова с избранием на должность ректора Казанского государственного медицинского университета. Ильшат Гафоров начал обсуждение создания в Татарстане единого научно-образовательного центра, который будет включать в себя все ВУЗы Республики. Это поручение было дано во время проведения чемпионата WorldSkills президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Этот научно-образовательный центр, он должен, с моей точки зрения, поработать на улучшение конкурентоспособности, прежде всего, нашей территории и сосредоточение усилий высших учебных заведений, научных центров и крупных номерных корпораций. Ильшат Гафоров отметил, что на данный момент каждый ВУЗ Республики Татарстан развивается самостоятельно. Но для решения важных задач Республики необходимо объединиться и работать сообща. Мы все разные. Строительные институты, энергетические, частные у нас, очень хорошие университеты. И на площадке Сколково тоже докладывали свое видение. Но, к большому сожалению, сложилось так, что мы все идем раздельно. Мы соединяемся с кем угодно, интегрируемся с любыми ВУЗами, только не со своими. Вот эту традицию, как бы ни было, нам нужно поломать. Нам нужно четкое сегодня видение Республики вместе с нами, куда мы идем. Важным вопросом повестки дня стало обсуждение концептуальных решений в сфере цифровизации трех университетов. КНИТУК и КНИТУК КХТИ рассказали об итогах процесса цифровизации системы управления ВУЗом. Если цифровизация сама по себе, как система сбалансированных показателей, в отрыве от бизнес-процессов от людей, это просто какая-то внешняя надстройка. Создали центр мониторинга. На сайте у нас есть специальная закладка. Ну, приемная кампания идет, мы видим в онлайне каждый день, какой у нас показатель ЕГЭ, откуда складывается, по каким факультетам. Ключевые направления цифровизации, которые я озвучил. То есть, первое, я считаю, что это комплексно автоматизированная система управления университетом на основе процессного подхода. Второе, это электронный документоборот, интегрированный со всеми информационными системами. Третье, это электронная информационно-образовательная среда. Далее, это информационная система рейтинг ППС. АКФУ представил доклад о трех платформах, которые реализуются в области концепции цифровой экономики и индустрии 4.0. Эти платформы, они в общем целом соответствуют стратегическим академическим единицам университета. Собственно говоря, это платформа цифровой анамнез жизни. Это работа в области цифровой индустрии. И непосредственно работа в области умных агрохозяйств и умных городов. Например, в области цифровой медицины, цифрового анамнеза жизни, это разработка серии тренажеров, которые позволяют осуществлять тренировочные операции для того человека, для которого сейчас был сделан комплекс анализов. В случае с индустрией 4.0, это решение в области бигдейта, извлечение знаний для решения задачи так называемого мониторинга, проактивного мониторинга машин и механизмов. Это тоже используется в любых отраслях, начиная от судостроения, заканчивая текстильной промышленностью. На совете ректоров обсуждался вопрос о введении в вузах должности проректора по воспитательной работе с возложением на него обязанностей, поведению профилактики экстремизма, предупреждения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, а также по взаимодействию с правоохранительными органами. Вот у себя в университете по этим вопросам мы ввели отдельную должность, я имею ввиду не по воспитательной работе, а вот по взаимоотношению с правоохранительными органами и по вопросам предупреждения межнациональных и межрелигиозных конфликтов. По всем высшим учебным заведениям у нас центры ответственности определены. Но где-то, еще раз говорю, это отдельные должности, где-то это управление. Итогом совета ректоров стал вопрос об организации Объединенного сцента Республики Татарстан на шестой ежегодной национальной выставке вуз ПромЭкспо-2019. Было решено, что каждый вуз выскажет свои предложения для составления общего видения экспозиции региона. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Виолетта Басова, Универньюз. О том, что еще нового произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета стартовала межрегиональная конференция под названием «Вызовы перспективы развития страхования в России». Само название сегодняшней конференции задает тон вызовы, перспективы, диалектика развития страховых организаций, что является сегодня очень насущным. Цель ее – это выявление ключевых точек развития страхования, установление научных связей среди ученых, преподавателей и представителей страховых организаций, а также формирование рабочей группы по внедрению региональной программы по страхованию жилья. В Елабужском институте КФУ состоялись традиционные встречи студентов-первокурсников с директоратом, на которых ребята познакомились с традициями вуза, правилами внутреннего распорядка и узнали много интересного об особенностях студенческой жизни. В ходе беседы с аудиторией Елена Мирзон рассказала о структуре Казанского федерального университета, а также об основных вехах развития высшего образования в стенах Елабужского института. Также студенты узнали о последних нововведениях в системе образования, о размерах стипендиального обеспечения и различных способах самореализации студентов в научной, творческой или общественной деятельности. В завершении встречи Елена Мирзон пожелала студентам провести студенческие годы так, чтобы они запомнились на всю жизнь. Лилия Талибова, Айдар Нуромеев, Ислам Хамитов, Универньюс. Ученый Казанского федерального университета Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов внеземных цивилизаций. Своё исследование он представит на 7-й международной конференции функциональной и дифференциальной уравнении их приложения, которое пройдет с 22 по 27 сентября в Израиле. Смотрим. Доцент кафедры радиоастрономии Института физики Казанского федерального университета Алексей Колчев предложил новый способ обнаружения сигналов внеземных цивилизаций. Своё исследование он представит на 7-й международной конференции функциональные и дифференциальные уравнения их приложения, которое пройдет с 22 по 27 сентября в Израиле. Обнаружение аномалий, оно давно исследуется. Я просто в рамках этих исследований предложил простую модель, которая легко позволяет обнаружить эти аномалии с использованием методов машинного обучения. Методика обнаружения и выделения неизвестных сигналов, разработанная Алексеем Колчевым, основана на подходах, которые ранее применялись в других областях, например, в теории надежности механизмов, а также с использованием методов машинного обучения. Это математическая модель, которая приложима к обнаружению как раз новых каких-то нестандартных поведений в некоторых процессах, которые по своей структуре являются случайными процессами, но у них проявляется какое-то нестандартное поведение. И вот эту нестандартность, непохожесть можно обнаружить с помощью развиваемого мной подхода. Так как явление еще не открыто, то и его сигнальные проявления еще неизвестны. В докладе на конференции в Израиле будут представлены математическая модель неизвестного еще сигнала и развитые на основе этой модели технологии их обнаружения. Лилия Талипова, Универньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok